Добрый день! С вами Удовина Наташа, художник компании Таир. Я хочу поделиться с вами процессом создания рисунка на детской толстовке. Рисуем сказочного единорога в мультяшном стиле. На первый взгляд, работа несложная, так оно и есть, но важно соблюдать некоторые нюансы. Во-первых, постирайте, погладьте изделие перед началом работы. Любая фабричная пропитка ткани должна быть удалена. Далее нужно перевести рисунок. Я использовала копирку. Рисуем из-под белки. Окраску разбавляю водой, чтобы рисунок в итоге получился тонкий. Ведь в детских изделиях особенно важно, чтобы роспись не была жесткой и грубой. По этой же причине стараюсь, чтобы краска не проходила на внутреннюю сторону изделия. Подобные иллюстрации нужно рисовать послойно, с полной заливкой фона, чтобы краска распределилась равномерно. Переходим к самому интересному. Детали прорисовки. Тут я буду работать в классической технике росписи, прорисовывая линии и контуры с легким нажатием кисти в середине. Начинаем с самым кончиком кисти и ведем линию, делая легкий нажим и плавно отпускаем. Так линия получается живой. Эта техника знакома многим из традиционных росписей. Продолжение следует... Продолжение следует... В завершение добавим детали с помощью контра по ткани глитера. Веночек рисуем самым простым способом, но за счет объема будет смотреться интересно. Не переживайте про стирку, держаться будет хорошо. Глитер я выбрала радужный. На мой вкус он подходит лучше всего и делает рисунок целостным. При нанесении глиттер всегда мутноватый, пусть восемь не смущает. После высыхания он засверкает в полную силу. Продолжение следует... Сушим сутки, проглаживая горячим утюгом с изнанки, подложив мягкое полотенце. И готово! Рисунок яркий, насыщенный, но почти невесомый. Субтитры создавал DimaTorzok